всем привет с вами миха мы на канале похудеть бесплатно девочки шагаю там по делам не надо давно не снимал видео разговорного потому что у нас ухудшилась погода был бешеный ветер снег даже уже пролетал мороз вот сейчас я иду минус 4 градуса поэтому как бы понимаете аппаратура камера на морозе очень быстро разряжается когда ветер вы сами понимаете со снегом то говорить практически невозможно так что у меня было смотрите был праздник день святого николая и я своего максима сына водил в кино водил в кино все как положено сидели в тепле с попкорном смотрели фильм на большом экране в 3d очках фильм был человек паук последняя часть вот этого пути домой нет или нет пути домой не знаю нас на украинском написано поэтому как правильно перевести ну примерно вы смысл поняли последний человек паук что хочу сказать фильм нам понравился но мне как мужчине взрослому так себе очень много спецэффектов очень круто снято если макс вообще восторге дети любят такие фильмы что замечательные естественно вам рассказывать не буду свежий фильм спойлерить не будем но так скажем что в этой части они собрали всех человеков пауков которые играли человека паука потому что три разных актера играла за все это время за все эти части человек паука и собрали всех плохих героев против которых бились эти человеки пауки вот такую вот знаете чисто массовку поэтому очень много отрицательных героев очень много положительных героев ну фильм хорош хорошие ну для тех кто любит такой жанр марвел вот эти фантастика вот это будущее прошлое открытые двери закрытые люки и так далее был замечательный момент один на фильме получается там пока один вернулся человек паук который в середине играл человека а потом появился на экране тот первый человек паук которую мы помним именно вот лицо этого артиста нам запомнилось именно потому что он начинал этого человека паука мы того человека полюбили паука вот для меня вот человек пауки петер паркер это вот именно тот парень который играл первый тогда он был молодым пацаном с этой девочкой ой сейчас вылетела фамилия я не скажу не скажу рыженька а потом уже другие там это человеке пауки но не знаю мне они не очень нравится вот мне первый тот парень самый лучший вот когда он появился на экране когда он раз так ну и в пространстве нарисовался давать зал начал хлопать вы понимаете вот вот хотя он уже давно не человека паука не играет но вот любят его все равно как вы знаете как 1 вот поэтому я вам скажу что наверно тоже я папа я первые 1 единственного этого максима поэтому какие бы там дальше не были там папы и отчимы заместители пап ну я думаю что первого папа он будет любить больше всего плюс еще так я тоже посмотрел поинтересовался плохо очень плохо конечно ну так считают психологи ну и по жизни знаю что это так плохо что он воспитывается в компании двух женщин это не очень хорошо он будет немножко поэтому я как мужчина а я предлагаю все усилия чтоб вот именно у него было что-то мужское не принял женскую позицию а вот именно мужское поэтому с меня велосипед пистолеты патроны костры свинец как говорится вот эту знаете наши мужские приколы как только он приходит я сразу заваливаю бороться в ответ отбивается визжить а я борюсь но это тоже воспитание знать плюс знаете еще такой прикол оказалось что вот с таким папой как я у меня от этого развода еще только бонус появились всякие смотрите сейчас я дорогу перейду я вам расскажу в чем прикол смотрите в чем прикол получается сейчас он живет отдельно от меня с мамой и бабушкой вот солнышко немножко но она не греет ни на четыре градуса с мамой и бабушкой получается мама постоянно на работе он часто часто с бабушкой бабушка у него я просто ее знаю хорошо она строгая на ему ну чем-то максим нельзя максим-то дыркает мырка но мама приходит с работы он ее не видит практически точно так же как когда-то я работал именно не видит он только не он воспитывается в бабушкиных как говорится руках вечером то мама приходит пару часов с ним побыла и что она делает там залезла проверила уроки а вот почему-то это не сделал почему-то и то и получается ну если кто-то наказывает ругает ребенка то это у них там семье происходит что происходит когда он зависает у меня там на выходных на праздниках на каникулах когда у бабушки с мамой нету времени я его заберу для него мою моих глазах получать всегда правильно папа всегда улыбается папа всегда максим что ты хочешь кино идем в кино что-то хоть пить будет пить шаурма будет шаурма ну вот понимаете получается человек праздник видишь папу и расплываешься в улыбке папа играть папа веселиться папа юморит папа разбирается в играх давай макс поиграем ту игру давай в ту знаете это получается я становлюсь как бы вообще замечательным отцом потому что если как я был в самом начале когда он родился понимаете он ложится спать папы нет он просыпается папу опять уже нету когда у папы там один выходной из этих трех дней я такой замотанный вот вот реально было не до игры хотелось просто лечь лежать ничего не делать потому что и морально и физически устаешь изматываясь на этих работах а сейчас получается мы видимся редко и все время радостно папа попкорн пожарить папа сделать все что он хочет понимать хочешь что купим хочешь это хочешь туда пойдем а пошли а пошли туда так что девочки я вот знаете с каждым днем я вот когда вышел из вот это знаете депрессии так ее назовем потому что тяжело было понимаете живешь живешь жил жил для людей все делал делал а потом интересы все ты больше не нужен у нас уже все хорошо самих хорошо это их выбор теперь я говорю получается у меня одни плюсы от всего того что ушла жена того что мы с ребенком в отличных отношениях и слава богу жена понимает и не ставит какие-то палки колеса нельзя не то она знает что я его очень люблю и что я за него всегда стану горой всегда он у меня будет сыткинки здоровеньки вы вспомните вот он болел неделю вообще у меня прожил так что не знаю я вот сейчас просто довольны вот реально вот сейчас прямо прям притормозил никого не ищу так общаюсь в интернете с девочкой но не потому что я их ищу ну вот написала начинаем общаться вот пообщались одной девушке тоже общались общаюсь потом прекратилось общение все мне а мне вот не интересно что там как-то это их не проблемы это не мои проблемы у меня сейчас все хорошо все замечательно я счастлив и доволен поэтому я уже почти пришел вы не забывайте писать комментарии комментарии все меньше меньше пишет понятное дело никто не хочет худеть о каком похудении сейчас перед праздником говори но это я вам говорю это самая большая ошибка вот сейчас перед праздником вот за эту неделю вот надо именно обязательно кило два сбросить тогда вы спокойно встретите тот праздник не успел я перебежать начала стукать все вот такая вот погода девочки мои дорогие солнышко не немножко мне подогрела это я на преображенской улице красота ух люблю гулять и веселиться люблю вас мои дорогие всем пока-пока ищите нас на ютубе под хэштегом жиру к 5 подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии давайте худеть вместе мы сможем это сделать спасибо